...церкви на скале, 10 лет. Неск, церковь на скале стала на 10 години. Я это не заказывал, но сегодня в песнях очень часто звучало слово «на скале». И не заказывал никого, но в песне-то несколько звучало, думаю, «на скала». И церковь у нас так называется на скале. И наша церковь, сценарича такая, «на скала». На Канара. На Канара. На Болгарске, на скале-то? Да. Ага, угу. И это название, оно не случайное. Я сегодня вышел немножко рассказать историю нашей церкви. Может быть, в большей степени историю церкви в Болгарии. Потому что, в принципе, мы с Натальей родились в церкви «Благодать». Я уверовал в 91-м году. Моя супруга уверяла в 92-м. И моята супруга я поверяла в 92-я година. Мы вместе пели в группе прославления. И заедно пяхме в группата на хвалението. Потом я стал проповедником. И после станах проповедник. В 95-м году меня рукоположили на пастора церкви. И през 95-я година станах пастор на церквата. Чуть попозже мы открыли церковь «Благая весть». И малко попозже мы открыли вторую нашу церковь с Натальей. Это была церковь «Любов в Христова». И малко попозже с Натальей отворихме «Любов на Христос». Мы выкупили первое здание. И чуть позже выкупили второе здание. Купихме первое сградо. И малко попозже купихме и второе сградо. Тогда я уже понял, что у меня есть помазание на выкупку территории. И тогда усетих, что имам помазание за купование на территории. И здесь в Болгарии получается, что мы с Натальей открыли уже четвертую церковь. И получала такая, что в Болгарии с Натальей отворихме вечер четвертая церковь. И почему она называется «На скале»? И за что снаричена скала? Потому что я приехал в Болгарию 15 лет назад на отдых. За что-то пройди 15 годин и дойду в Болгарию на почивку. И где-то буквально через 2-3 ночи. И след 2-3, след 2-3 дэна. Мне приснился сон. Сон у вас. Я его уже несколько раз рассказывал, поэтому не буду сегодня подробно его рассказывать. Но если коротко, то мы шли с молитвенной группой по лесу. И я знал, что мы идем по территории Болгарии. Это была большая молитвенная вереница. Мы молились, и вдалеке над соснами увидели большую высокую скалу. И увидели, что на этой скале стоит большой человек. И к нашему ужасу этот человек начал падать со скалы. И мы даже услышали, как он закричал. Дори чухме, как започва да вика. С каким криком. А, он перевернулся в воздух и полетел вниз. Дальше там между соснами упал где-то. В воздухе той се преобърна и падна долу. И мы все побежали туда. И побягах, отидохме к нему. Когда мы побежали к нему, это был большой великан. И когато стигнахме к нему, това беше голям великан. И от удара он просто вошел в землю. И от удара той просто бил в земята. И когда, да, потынал в земята. Беше потынал в земята. И когда мы к нему побежали. И когато стигнахме при него. Он уже испустил дух. Той вече беше починал. И кто-то закричал, давайте будем молиться. И някой викна, айде, да се молим за него. Мы вместе начали молиться. И заедно започнахме, да се молим. И нас было много. Бях мы много. И мы подбежали, начали возлагать руки на грудь, на сердце. И возложихме рецеты вверху сердцета. И я увидел, как руки ложатся. Желтые, белые, черные руки. Видях желти, белые, черни реце. Светлые, темные. Светлые, темные. То есть это был полный интернационал. Това беше много интернационалов. И рук сложилась целая гора. И имаше много реце. И мы все вместе начали очень сильно молиться. И започнах много силно заедно да се молим. Молились долго. Молихме се много дълго. И вдруг мы увидели, что под нашими руками разгорается какой-то сверхъестественный огонь. И из-за днеш под рецета ни видяхме, че има пламе. Прямо такой красивый огонь. Много хубав огонь. Который начал распространяться на все тело. Който започне да се распространява по цялото тело. И на голову этого великана. И дори към главата на този великан. И когда его лицо загорелось. И когато лицето му се започва да помти. И его глаза открылись. Очите му се отвориха. И мы увидели, что этот человек ожил. И видяхме, че човекът е оживял. И он начал медленно подниматься. Когда он поднялся, это был огромный великан. И он смотрел на нас с такой неописуемой радостью. И когда он так смотрел с восхищением. Вдруг он пошел на меня. Он подошел ко мне и взял меня так за талия. У меня тогда еще была талия. И начал меня поднимать. Поднял над собой очень легко, как маленького ребенка. И в этот момент я проснулся. Мы тогда проводили с Натали семинары в одной церкви. И я поделился этим сном. Потому что этот сон был настолько явный, настолько реалистичный. Что он меня просто вот, ну, как-то вот возбудил. Той ме возбудил. И я говорю, я хочу поделиться с сегодняшним сновидением. И казах, че искам да споделят този сон с хората. И я его подробно рассказал. И здесь в собрании одна сестра поднимает руку. И говорит, у меня есть толкование к этому сну. Тот великан, которого вы видели на скале. Это болгарская церковь. Она когда-то находилась на большой высоте. Она стояла на скале. Который есть Иисус Христос. Она имела личное откровение. Но оно, она упала. Упала со скалы. И находится сегодня в мертвом состоянии. И сега се намира в мертвом состоянии. Она умерла. И показывает на меня пальцем. И показывает с пръст к мене. Тази сестра. И говорит, Бог говорит вам. Бог ви казва. Что вы приедете в Болгарию. Че ще долите в Болгарию. А я тогда еще даже не планировал ехать в Болгарию. А тогава дори не съм планировал да ходя тук. Я приехал на отдых. А бях на почивка. И откройте здесь в Болгарии интернациональную церковь. И тук в Болгарии ще утворите интернационална церковь. И через вас подымется очень мощное молитвенное служение. И через вас ще се повдигне мощная молитвена служба. Интернациональная такая молитва. Интернациональная молитва. И вы будете молиться за Болгарию. И ще се молите за Болгарию. И придет время. И ще дайте время. Когда Болгарская церковь воскреснет. И это служение, оно вознесет вас в свое время. И это было все. Я с большим скепсисом отнемся к этому толкованию. Потому что лично у меня были другие планы. Тогда я учился в духовной семинарии. И я планировал ехать в Китай. В качестве миссионера. Ну, я сказал так. Хорошо, я буду молиться. Если Бог мне подтвердит через двух-трех свидетелей, как написано, то я поеду, если Бог мне скажет, я поеду в Болгарию. И я вернулся в Казахстан. И через какое-то время Бог мне дал через двух свидетелей. Подтверждение, что мне надо ехать в Болгарию. Подтверждение, что надо ехать в Болгарию. В 2008 году мы закончили с Натальей Южно-Корейскую духовную семинарию. През 28-го года с Натальей завершили Южно-Корейскую семинарию. Нас рукоположили на миссионеров в Болгарию. И бяхме рукоположение като миссионери в Болгарию. Выдали большой диплом такой. И дадоха они голяма диплома. Что международная миссия отправляет данных миссионеров в Болгарию в качестве миссионеров. Че международная миссия испрашивает тези миссионеры в Болгарию. Это было в 2008 году. Два беше през 2008 година. Где-то в июне месяце. През юни месяц. А в августе месяце я уже приехал в Болгарию. И през август вече дойдох в Болгарию. Ну первые годы мы решили немножко адаптироваться. В первые годы реших мы и да се адаптираме. Потому что мы закончили семинарию, которая преподавалась и южно-корейскими и австралийскими миссионерами. Заверших мы семинария, в която преподавах южно-корейски преподаватели. И там нас учили, что когда приезжаете в какую-то страну. И там не учиха, когда пристигаете в една держава. Первое, что вам нужно сделать, это выучить язык. Первое, которое требует направить, это научить язык. Если приехали в Китай, вам надо выучить китайский язык. Если приехали в Болгарию, вам надо выучить болгарский язык. И мы начали усиленно изучать болгарский язык. Болгарские традиции. Болгарские танцы, хоро. Болгарскую кухню и так далее и тому подобное. И это продолжало где-то три года. Ну в принципе, через два года мы уже говорили на болгарском языке. След две години вечер говорихме български. Через три года мы уже познакомились с пасторами города Варны. След три години вечер запознахме с пасторами в Болгарии. Посетили несколько конференций в Болгарии. Посетихме няколко конференций в Болгарии. Получили одобрение, познакомились с пастором Николай Кокончев. Получихме одобрение. Запознахме с пастором Николай Кокончев. Он принял нас в свою церковь и отправил нас с Натальей служить в церкви в Долгопол. Это примерно 80 километров от Варны. И мы там каждое воскресенье туда ездили и проводили там служение. Вот так началось наше служение в Болгарии. Но через какое-то время Бог открыл нам, что нам надо здесь открывать церковь для русскоговорящих. Потому что выяснилось, что в Болгарии на тот момент не было ни одной церкви для русскоговорящих. И нам это показалось странным. Так много русскоговорящих в Арне, по всей территории Болгарии. Да, и нет ни одной церкви для русскоговорящих. И мы получили такое одобрение и пасторе Николая. Мы уже к тому моменту вошли в союз евангельских пятидесятских церквей в Болгарии. Нас признали. И дали нам благословение. И дали нам благословение. А через какое-то время мы получили официальную регистрацию в нашей церкви. И я сегодня рассказываю, может быть, те этапы, которые важны для нашей церкви. И сейчас рассказываем этапы, которые были важны за нашу церковь. За вот эти пройденные десять лет. За тези минуты и десять годин. Я думаю, что сделано немало. Потому что первопроходцам всегда больше всего достается, правда? Действительно, мы приложили очень большие старания. И я думаю, что Бог нам сделал очень большой подарок. Бог не направил много добры, голям подарок. Что именно к десятилетию нашей церкви. Че именно к годишнице на нашу церковь, която оставаме на десять години. Мы официально оформили вот это здание, в котором мы находимся. Официально оформили тази сграда, в която си намираме. Я думаю, это немало важно для церкви иметь свое здание. Мисля, че за церквата е много важно да има своя сграда. Свою стратегическую точку. И я даже думаю так, что, ну, может быть, важно иметь как своего рода штаб-квартиру. Здесь у нас не такая большая территория, как хотелось бы. Но я знаю, что многие церкви делают так. Например, есть свое небольшое здание. И я знаю, что некоторые церкви правят, как имат свое сградо, което не гулямо. А через какое-то время, если церковь вырастает, И следует время, как церковь започва да се разрастет, Берут в аренду большое здание в центре города. Взимат под наем сграда в центре. Ну, просто зал для богослужения в воскресенье. Просто една зала за службата през неделите. То есть в будущем у нас два варианта. Или взять в аренду большой зал, если церковь наша вырастет. Я верю в то, что вырастет. Да, единая от варианта, да вземем под наем един зал в центре. Или расширять это здание. Или да расширявам и тази сграда. Расширять его и строить его в высоту. И да го строим по високу. И вы знаете, я думаю, хотел вам задать вопрос. Искам да ви питам. Имеет ли вообще место в Болгарии церковь для русскоговорящих? Има ли место в Болгарии церквата за русскоговорящие? Наша церковь имеет официальное название Интернациональная церковь. Я думаю, что мое мнение, что имеет. Моето мнение е, че такова церква има место в Болгарии. Хочу коротко объяснить почему. Искам накратко да кажа защо. Вы знаете, волны пробуждения, они двигаются по земле уже очень давно, на самом деле. Волните на пробуждение се движат по земята вече отдавна. И первые волны они происходили на каком языке? Именно, да. В первые апостольские времена это происходило и на еврейском, потом евреи начали учить. В том числе апостол Павел знал несколько языков. В том числе и греческий. Потом на греческом языке. Новый завет был написан на древнегреческом языке. Еще чуть попозже, где-то уже 17, 18, 19 века, это в основном были английский и испанский языки. Ну, знаете, вот сейчас происходит такой этап, когда волны пробуждения идут на русском языке. Я скажу такой просто факт. Статистика – это упрямая вещь. По всему миру, на сегодняшний день, самые горящие церкви – это церковь для русскоговорящих. И с этим ничего не поделаешь. Это статистика. Нужны ли мы здесь, в Болгарии? Я думаю, что нужны. И я верю в то, что через нас здесь опять разгорится огонь. Огонь Святого Духа. Можешь сказать на это Аминь? Бог сказал, что через нас здесь опять этот великан подымется. Болгарская церковь воскреснет. И Болгарская церковь воскреснет. Не только через нас. Не само через нас. Через интернациональную церковь. Какая будет следующая волна? Какая будет следующая волна? Я имею такое видение, что следующая волна будет на китайском языке. Потому что Китай – это особенная держава. На самом деле в Китае было уже очень много пробуждений. Несколько пробуждений было мощнейших. Практически весь Китай был окутан огнем Святого Духа. Но власти всегда пугались. Как и власти Израиля были напуганы, когда Лазарь был воскрешен. И фарисеи сказали друг друга. Все люди узнают и уверуют в Иисуса Христа. Все уверуют и что станет? Придут соседи и завоюят нас. Потому что они правильно понимали христианство. Если тотально уверовать в Иисус Христа, то нашим главным оружием является что? Любовь к Христу. И нас кто угодно может в принципе захватить. Но вы знаете, любовь к Христу имеет такое уникальное качество. Она непобедима. В первопостольские времена исторические факты говорят о том, что римляне непобедима армия. Исторические факты говорят, что римляне имат непобедима армия. Евангелие об этом говорит. Евангелие доказывает за това. Сотники приходили к Иисус Христу. Сотники са идвали при Иисус Христос. Кто такой сотник? Кои сотник? Сотник это командир роты. Твой командир роты пришел и упал перед Иисусом Христом. Как вам такое? И вы знаете, есть одна такая история, она мне очень нравится. И она тоже связана со скалой. Вы помните же в книге пророка Данила? Данил толкует... Это вообще уникальный случай на самом деле. Твой уникальный случай. Толкует сон на выходе Носера. И сложность была в том, что на выходе Носер забыл, что ему приснилось. И трудностов това беще, что я забрал, как его и снувал. И он собрал всех своих вот этих, да? Халдеев, да, там, гадателей. То есть собрал халдеев. Говорит, ну-ка, истолкуйте мне сон, который мне приснился сегодня ночью. Истолкуйте тоже сын, который заснувал. У Валфы приходит к нему и говорит, ну, мы готовы, рассказывай свой сон. И идут и рассказывают, не смеют готовы, рассказывай свой сон. И на выходе Носер говорит, ну, так всякий может. И на выходе Носер говорит, ну, всякий может. Но дело в том, что я не помню, что мне приснилось. Истолкуйте мне сон, который я не помню. Кто может истолковать сон, который никто вам не рассказал? И вам надо рассказать этот сон сперва. Император должен подвергить, а, точно, точно, именно это мне приснилось. А потом, после того, как ты расскажешь ему этот сон, потом уже истолковать. Именно это сделал Даниил. И это было невероятно. Именно поэтому потом его Новохадоносор вознес. Что приснилось Новохадоносору? Невероятный истукан. У которого золотая голова, кто помнит? Серебряная грудь, плечи. Живот медный, руки медные. Дальше идет и железо. Ноги, бедра. И потом ступни, частью из железа, частью из глины. И потом что? И потом вдруг камень. И после камок. Скала. Без содействия рук. Отрывается. Летит. И бьет в ноги истукана. И этот истукан просто рушится. Все там смешивается. Золото, серебро, медь, железо. А эта скала что? А та же скала. Распространилась по всему лику земли. Все распространила путяло-то земля. И потом? Данил рассказывает этот сон. Данил рассказывает тот же сын. Новохадоносор вспоминает. Точно, да, точно. Это мне приснилось. Новохадоносор рассказывает. Эту точно твоя сонула. Это уникально. Твоя уникальна. А теперь слушает толкование этого сона. И золотая голова это ты. Потому что твое управление невероятное. И смотрите. Данил истолковывает всю человеческую историю. Царство Новохадоносора. Вавилонское царство. Персидское царство. Александр Македонский. Потом Римская империя. Это прообраз железа, да? Прообраз на железо. Которые, ну, они были правителями всего мира. Те-се были правителями на целый свят. На самом деле непобедима армия. Наистинно непобедима армия. В какое время мы сейчас живем? В какое время сега живем Ние? Мы живем как раз вот в это время смешения. Ние живем в то время смешивания. Когда все нации смешиваются. Когда всички нации започатся смешивать. Африканцы едут на север. Африканцы заминават на север. Искемосы летят на экватор. Загорать. То есть идет такое смешение. И вот такое смешение. Китайцы сейчас заселили практически всю Сибирь. Китайцы за почву доживеют во Сибирь. Восток едет на запад. Исток утила на запад. Запад едет на восток. Запад утила на исток. И вот в этой ситуации. И в этой ситуации. Что происходит. Как вовсе сучва. Камень который без содействия рук упал в ноги стукана. Камок какой-то упадал в краката на то же стукан без содействия на рецепты. Он на самом деле уже получает большое распространение. Той вече за почва да получава гуляму распространение. Еще немного племен осталось. Которые не слышали о вести Иисус Христос. То есть о чем я? За какого говорим? Пророчества исполняются. Пророчества то за почва да се исполнява. Аминь или не аминь? Когда было написано пророчество Даниила? Кога было написано твое пророчество? Когда пришел Иисус Христос, да? Кога ты душил Иисус Христос? Две тысячи лет ему надо. То есть проходит уже тысячелетие. Минават хилят долетия. Уже прошло и Персидское царство. И Римское царство. Римское царство. И сегодня мы увидели, что все это пророчество исполнилось. И мы видим, что Евангелие распространилось уже до края земли. И ожидается самое мощнейшее последнее пробуждение. Которое обойдет землю полностью и целиком. Может даже обойдет несколько раз. Может дуреньяку купите. И все услышат, и все узнают. И все убедятся, что Иисус Христос Господь. И все убедятся, что Иисус Христос Господь. Что Он и сегодня все может. Что Он оказывается и сегодня воскрешает. Что Той и Днес воскресява. Он оказывается и сегодня исцеляет. Что Той и Днес исцеляет. Он оказывается и сегодня спасает. Что Той и Днес спасява. Он оказывается и сегодня освобождает. И Той и Днес освобождава. Аминь или не аминь? Иисус Господь. Иисус и Господь. И все это знают. И все знают Тво. Вы знаете, как-то вот, я помню, что когда начались какие-то вот эти лжеучения, ереси, входить в церковь, и приходят, вот, а вы точно убеждены, что Евангелие вот в перевод точный, не точный? И во время тукат у започных ереси, ты да влезет в церковь-то, некую хора започных допитает, сегур не ли стоит, что-то приводит на Евангелие Твою верю. И начали нас убеждать о том, что перевод не точный, что-то добавили, что-то убрали. И что Иисус Христос, Он какой-то не евангельский? Римский Христос. Подтасовка. И вы знаете, мне понравилось тогда, как один бывший наркозависимый сказал. Он говорит, я читаю Евангелие. Я верю в Иисус Христа. Я не знаю, что там подмешали, что там добавили, что там отбавили. Но я познал живого Иисуса Христа. Который освободил меня от наркоты. От героиновой зависимости. От которой меня никто не мог освободить. А Иисус освободил. А Иисус Христос меня освободил. И больше мне не надо никаких доказательств. Я знаю Иисуса Христа лично. Я лично с Ним знаком. И лично его познал. Он мне сегодня открывает свои тайны. Через силу Святого Духа. Мне не нужен какой-нибудь дополнительный толкователь. Если мне что-то непонятно. Я обращаюсь к Иисусу. Иисус объясни мне. Я не понимаю. Евангелие говорит о том, что только ты снимаешь покрывало. Открой мне. И Иисус открывает. Это лучшее объяснение. Сразу уходят всякие сомнения. Принимать, не принимать. На самом деле, Евангелие простая книга. Иисус Христос принес нам простые прописные евангельские заповеди. И самое главное из них. Ну, люби Бога всем сердце. И люби ближнего, как самого себя. И люби ближнего, как у себя. Что тебе еще нужно? Какого, что тебе требует? Что тут непонятного? Какого можешь, да не разберешь тук? Что сюда можно добавить? Какого можешь, да добавишь? Или что оттуда можно добавить? Какого можешь, да смахну тук? Аминь или не аминь? Слава нашему Богу. Слава нашему Богу. Поэтому, знаете, имеет ли наша церковь для русскоговорящих место быть в Болгарии? Има ли право наша церковь, да, будь его в Болгарии? Я думаю, что имеет. Мисля, что има. Потому что мы выполняем здесь Божью миссию. За что-то исполняем только Божья эта миссия. Мы пришли, потому что Бог нам сказал суда. И мы делаем только то, что Бог нам говорит, делать. И правим само то, что Бог нам говорит, да правим. И для нас это самое главное. Сегодня какую функцию мы выполняем? В основном наша церковь выполняет здесь функцию адаптации. Ну вот приезжает русскоговорящий человек со всего бывшего СНГ, да? В основном это Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и други държави. Приезжают и первое время они не могут адаптироваться. Может быть они приезжают уже христианами. Они ищут церковь, где на понятном для них языке была бы просто сказана какая-то проповедца, че это одна истина. И те пишут церковь, в която на техния язык, което познават, има служба и те да чуят проповед. И вот они узнают, что здесь, оказывается, в Варне есть церковь для русского говорящего. И те научават, че в Варне има такова церковь, где проповед читается и на русском, с переводом на болгарский язык. Или на болгарском с переводом на русский язык. Или на болгарский с переводом на русский язык. Ну, это же хорошо. Удобно человеку, ну, прийти и послушать, ну, то, что он поймет. И много удобно за человек, да чуе, да дойде, да чуе нечто, което разбирам. Сможет это принять и усвоить. Слава нашему Богу. Слава нашему Богу. Еще одна функция нашей церкви, это просто это такая семейная община. Семейная община. Мы большая семья. Мы сме гуляем семейству, которые утверждаем здесь такие семейные ценности. И утверждаем семейные ценности. Что такое евангельская мораль? Какво евангельская мораль? Нравственность. И я тоже считаю, что это очень важно. И я все, что смятам, что это важно. Еще мы помогаем трудоустраиваться. Все, что помогаем хората, да намерят работа. Переехать. Да се преместят. Моя супруга уже по саметительству стала уже практически профессиональным юристом. Моя супруга вече стана като профессионален юрист. То есть она там может хоть кого сегодня проконсультировать. Я на этом заканчиваю. Церковь на скале. Помогает подняться туда на скалу. Кто есть скала? Наша скала есть Господь Иисус Христос. Наша скала – это иметь откровение от Бога. Наша скала – это иметь откровение от Бога. Об этом говорил Иисус Христос. На всем камне, говорит, я на този камок построю церковь свою. И он сказал, после того, когда Петр получил откровение, момент получения откровения, ты становишься как камень. Момент на получение откровения ставишь как камень. Как скала. Правда? Слава нашему Богу. Слава нашему Богу. Аллилуйя. Сегодня у нас гости. Несколько мы гостей. Сотрудничаем. Незайдно сотрудничаем. Дружим. Несмые приятели. Еще одна евангельская церковь для русскоговорящих. Пошли одна евангельская церковь за русскоговорящих. В городе Пловдив. В городе Пловдив. Церковь Иерусалим. Церковь Иерусалим. Давайте поприветствуем пастор Андрей Сергеенко. Пастор Андрей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...